Тема, которую мне хочется осветить, думаю, важна для нас всех, она родилась из практики и возникла в ходе работы с методами эстральной терапии, возникли такие феномены, которые, наверное, покажутся знакомыми и вам. Такое понятие, как трудный живот. Ну, к примеру, вы вытрагиваетесь до живота пациента, начинаете делать какие-то манипуляции и получаете, видите, что очень все напряжено. Это может быть воспалительный процесс и получаете также феномены отдачи на своем организме. То есть это может быть какая-то дрожь, какая-то вибрация, какая-то ломота, то есть вам, как терапевту, плохо. И вот сталкиваясь с такими пациентами и с такими терапевтическими феноменами на своем организме, тестируя пациента, было определено, что есть очень большая психоэмоциональная вовлеченность этих пациентов. Прорабатывая эмоции пациенту, я расскажу, каким образом мы это делали, удавалось на 50% примерно сразу же убрать проблемы в животе. То есть только проработав эмоции. И дальше, если мы вспомним классическую медицину, неврологию, вегетативная нервная система, что в первую очередь реагирует на стресс? Животное. А в животе в первую очередь это желчный пузырь. То есть реагируют в первую очередь те органы, которые содержат гладкомышечные волокна. После живота, и вам, наверное, знакомо такое состояние из личных наблюдений, если ты начинаешь волноваться, что-то не то в животе. У кого-то аппетит сильный пробуждается, у кого-то наоборот не работает живот, у кого-то в туалет бегом, по маленькому, по большому и так дальше. То есть в первую очередь реагирует в живот, что-то не то. Второе. Второе это реакция сосудов, она известна всем. Человек понервничал, сосуды реагируют, артериальные сосуды в первую очередь реагируют спазмом. В сосудах нет многих мышц, нет мышц, которые бы расслабляли эти сосуды в шее. Они только спазмируются. Второе это сосуды. Третье это все наши и ваши эмоции на лице. Согласны с этим? То есть сразу видно у человека по лицу, по осанке, по походке есть проблемы. Так вот, мы все люди и мы не можем жить без эмоционально. Эмоции это одно из базовых проявлений нашей жизни. Мы должны реагировать эмоционально, радоваться, любить, смеяться, огорчаться. Мы не можем быть нулевыми, нейтральными. Но оказывается, что эмоции есть положительные, это прекрасно. Есть эмоции и отрицательные. Есть эмоции, которые разрушают. Вам знакома эмоция страха. И вот преимущественно каждая эмоция, ну разрушающая, например, страх, гнев, обиды, печали, они действуют на весь организм. Но преимущественно действуют на какие-то органы. Ну в частности, думаю, что вы согласитесь, эмоция страха. На что действуют? Почери. И мы можем воздействовать на эту эмоцию через почки, через медианную почки. Гнев и обиды. Это печень. И мы, сколько бы мы не работали с печенью, с желчным пузырем, если человек вышел от нас, и его вопрепла эмоция гнева и обиды, мы получаем снова спазм. И мы будем так получать его каждый день, по нескольких раз. Если здесь есть педиатры, потому что я по классическому образованию в медицинском, я педиатр, то педиатры знают, что дискинезия желчевыводящих путей, этот диагноз практически у каждого ребенка. Почему? Потому что ребенок в первую очередь выделяет эмоции. Понимаете? То есть все тянется с детства. Различные тревоги, беспокойства в желудке. То есть нам нужно научиться, и я это ввел в практику со своими пациентами, научиться очищать свой организм от разрушающего действия эмоций. Научиться правильно реагировать. Еще раз говорю, мы все люди, мы не можем жить безэмоционально. Мы можем попечалиться, мы можем огорчиться, разгневаться, но мы должны убрать это из тех. Эволюционно одна из самых разрушающих эмоций – это эмоция страха. По чем она говорит? По почкам. Что рядом с почками находится? Подвздошно-поясничная мышца. И вы знаете, что если спазмирование этой мышцы даст обязательно горе в пояснично-крестцовом отделе. И вы можете тысячу раз управлять эти позвонки, ставить этот крестец, прорабатывать почву, а страх будет возвращать все время обратно и обратно. Страхи могут тянуться из самого детства. Причем они могут быть разными. Мы можем отрабатывать страхи генерализовываем, вообще. А можем отрабатывать страхи прицелем, страх чего-то. Мы можем отрабатывать это как по меридианам, может и с помощью специального психотехника. То есть, если вам, наверное, знакомо такой принцип – то, чего человек боится, то он и получает. Вы знаете, да? Так вот, один из принципов – это ничего не бойся. И если пространство было уже выброшено мыслеформой, что чего-то должно случиться, то одна из самых проскрытий эффективных методик – это нужно это завершить виртуально. То есть, это нужно доделать. Дойти до конца и потом вернуться к настоящему. Такая вот виртуальная работа. Она дает прекраснейшие результаты. Причем, это работа и со снами, с вещами, с проблемами, с навязчивыми состояниями. То есть, нельзя от проблем избегать. Нельзя закрывать глаза на проблему. Ее нужно решать. Мы с вами в этом попросим очень здорово. В организме человека одной из главных управляющих звеньев – это нервная система. Нервная система посредством гипофиза и талантуса связана с эндокринной системой. Как реагируют на эмоции мышцы? Чаще всего спазмы. Мы говорили о мышцах, которые находятся в сосуде. При проблемах почек это будет спазм воздушно-поясничной мышцы. При очень сильной проблеме эта мышца может перейти из спазмированного состояния гипотонуса. И вот эти вот дальше были открыты… Был такой замечательный физиолог Михаил Романович Макинтович. И это русская школа физиологии. Были открыты так называемые висцеромоторные рефлексы и моторно-висцеральные рефлексы. Что это говорит? Для врачей, наверное, понятно. Если, например, поражены почки, поражение передается рефлекторной львой на воздушно-поясничную мышцу. Если, к примеру, поражен толстый кишечник, поражение будет ослабевать или напрягаться квадратная мышца поясницы и мышца, напрягающая тензофасциаляр, широкую фасцию бедра. Вот эти вот рефлексы, они нам позволяют… То есть мы должны работать не только с органами, а и с ассоциированными мышцами. И в эту работу мы просто обязаны, если быть честным по отношению к пациенту, мы просто обязаны включить, устранить те разрушающие эмоции, которые это вызывали. Было обнаружено, что, к примеру, эмоция гнева. Парадокс в том, что необязательно это должны быть ваши эмоции. Наши. То есть да, когда человек гневается, у него возникают проблемы в печени, в росте. Но оказалось, что если больно или не больно, на человека, обоснованно или не обоснованно, гневается и обижается другой человек, понимаете? Этот человек, у него будут проблемы с печени, желчными пузырями. То есть действие другого человека на вас, на ваших пациентов. И отрабатывать мы должны быть все эти звенья. Я уже говорил, что мы для этого используем различные психотехники, и в том числе работу по меридианам. Я думаю, что на мастер-классе я смогу показать это поподробнее. Вот эта работа с психоэмоциональным балансом пациента вам позволит минимум на 50% облегчить себе работу с чем-то. Ну, вам, с вашим пациентом. Дальше. Дальше. Человек привыкает, вам знакомо, наверное, человек, когда сломал ногу, вот хороший пример, после срастания, абсолютно полного срастания, сломанной ноги, человек еще очень долго хромает. Вам знакома эта ситуация? Да? То есть, что происходит? Происходит мышечная память. Все уже здоровое. А он продолжает хромать. И точно так же будет мышечная память, когда мы устранили эмоции, ее разрушающие действия на организм, а мышечная память останется. Нам нужно перестроить всю эту систему. И для того, чтобы устранить вот этот, привить человеку новый двигательный стереотип правильный, вот пример. Вот у человека была грусть и печаль. Вы сразу такого человека узнаете по походке. Как он будет ходить? Да? Да. Человек, который радостный, как он идет? Он летит, он не идет. И вот человек, который долго страдал почками, почечного больного, доктор сразу, который заходит, это уже видно. И печет, видно по глазам, геморройного больного. Как земские врачи определяли. Я бы наставился уже на входе, когда человек только заходил в кабинет. Так вот, мы должны брать у пациента вот эту патологическую привычку, дать ему новый двигательный стереотип. И что здесь мы используем? Я использую так называемую гимнастику в рожденных движениях. Кто наблюдательно, кто внимательно, внимательно смотрел все эти дни на Президиум, да? Президиум, кто может вспомнить не вчерашний день, а позавчерашний, когда в Президиуме сидел Леонид Владимирович. Вы знаете, что он там? Да. Он прекрасно выступал. Вот он сидел там, где сейчас Александр Кемофеевич сидит. А вы не видели, что он делал? Сидел здесь. Никто не обратил внимания? Я не знаю, здесь нету сейчас Александра Владимировича. Вы не видели, что он делал? Он не сидел неподрежно. Он сидел вот так вот. Вы видели? Да. Я вас спрашиваю, почему он так делал? А? Вибрировал волну, создавал. Вы его сейчас спросите, спросите его в коридоре, он вам не ответит. А вы видели? Многие из вас, да, женщины там, ухажавшие женщины перед родами. Вот так все. Почему схватка начинается? А человек в страшном горе, как сидит? Он сидит неподвижно вот так? Нет. Сидит. Он не больного сидит. Почему? Мы с вами не ответим на этот вопрос. Но если мы пойдем глубоко-глубоко-глубоко, то ребенок в утробе матери сидит вот так. Он не движется. И вот это был замечательный слайд у разломея. Там, где были изображены позвонки. Да? И вы видели, что когда с одной стороны позвоночника вот эти тонические мышцы напряжены, то позвонки ратируются. с другой стороны ослабки, но с одной стороны напряжены, и тогда возникает похвал. И вот посмотрите, что дойти до этих маленьких-маленьких мышц можно только с помощью маленьких-маленьких упражнений. Грубые воздействия не позволят нам туда проникнуть. Так вот, что делали? Он вводил эти мышцы в нормотонус. Таким легким-легким покачиванием. Существует парадоксальная реакция нервной системы на сильные раздражители. Когда нервная система скомпрометирована, неврологи знают, особенно это у детей, сильное воздействие, крик, грубое воздействие, ребенок зажимается или вообще он не пропускает в свою нервную систему этот кинтус, он закрывается для того, чтобы не разрушить. Точно так же к этим мышцам нужно подойти, только очень-очень-очень нежно. И тогда они восстанавливают свой нормотонус, как бы расправляют плечи и начинают нормально работать. И человек, выполняя вот это элементарное, это врожденное движение нашего организма, иногда происходит хруст, и позвонок сам становится на место. Более того, в этом упражнении вы слышали доклад краниосакрального терапевта из Симферополя, она говорила о краниосакральной терапии. В этом упражнении происходит нормализация краниосакрального ритма. И те пациенты, которые были у меня, я вправил на самую перегородку, вот идет все, становятся кости черепа на место, но немножко не до конца. сидит пациентка, делает это упражнение, и возникает хруст в голове. Кости сами становятся на место. Тело помнит свое здоровое состояние. Это одно из первых базовых врожденных движений нашего организма. Никто вас этому не учил. Другой момент. если у вас спросить, если у человека заболел зуб, что он в первую очередь делает? Правильно. А сердце схватило. Ой! Правильно. А скажите, почему он это делает? Мы не знаем. Это врожденное. Понимаете? Это врожденное. Это непонятно. Вот это секрет наших волшебников. И в первую очередь, вот в этом упражнении, вы можете все себе помочь. И это упражнение я назначаю всем своим пациентам. Руки на больное место. И лечить будут собственные руки пациента. И вот это покачивание, это упражнение модифицируется, но оно, это базовое упражнение. Мы не навязываем организму никакую искусственную гимнастику. Вспомните, как вас учили. Вы люди советского времени многие. Как вас учили зарядку делать. Делай так. Это все навязанные движения. Зачем тебе вот это движение в жизни? Лазить по веткам? Да, но там такое идет движение. Есть врожденное движение. Одно из таких движений, фантастических, замечательных. Хотите, вот сейчас получите подарок на всю свою жизнь. мгновенно. Хотите. Это называется гимнастика потягушек. Как? Гимнастика потягушек. Вот скажите, пожалуйста, вот я попрошу в зал, кто хочет, покажите, как вы потягиваете. Я покажу. и вот посмотрите, пожалуйста, больше всего мы все. А дальше, видите, вот мы потянули, все. И на этом все. Зеедонис был у меня на семинаре. Зеедонис, если можно, встаньте, пожалуйста. Давайте вместе с вами покажем вот эту замечательную гимнастику. Посмотрите, это вам подарок от души на всю вашу жизнь. А кто хочет, может присоединиться. Потому что вы это почувствуете на себе. Это врожденное. Вас кто-нибудь учил потягивать? Не то. Ваша задача просто открыться. И теперь посмотрите. Смотрите внимательно на Зеедониса. Зеедонис, выйдите, пожалуйста. Микрофон. Вы сейчас все поймете. Сейчас так лучше слышать. Смотрите, это вы сейчас просто раскрываете. И что мы делаем? Инициирующий момент. Это приятные, приятные потягушки руками. Вот просто споймать момент удовольствия, но не прерывать его. Вот так вот постоять немножко. А теперь что мы делаем? Мы эти потягушки передаем на все тело. И медленно на поясничку. На ноги. На грудную клетку. Медленно, медленно, не прерывая это удовольствие. Ноги потянулись. И вот так вот, а теперь не слушает меня, а просто подтягиваются те мышцы, которые сами этого просят. И вот это превращается в фантастическую гимнастику, потягушек. Гимнастику, которую порождает само ваше тело. Ваше бесконечно мудрое тело. И не прерываем это ощущение. Тонкое, приятное ощущение потягушек. И посмотрите на зейтониса. И даже можете уже ни на кого не смотреть. Просто получайте удовольствие по полной программе. Освобождать. Не навязывайте тело в движении. Просто слушайте. Слушайте ощущение потягушек и идите за ним. Мышцы будут по очереди вам подсказывать, какую за какой включить. Она просто будет просить вас, потяни меня пожалуйста. Вот как вы делаете. Вот. Вау. Вау. Спасибо огромное, ребята. Что получили удовольствие. И благодарю вас на доброе выборо. И вот. И вот. Друзья мои, вы получили сейчас. Вы чувствуете, что вы получили колоссальнейший заряд. Мы проделали каких-то. Мы даже пять минут не работали. Ваша энергетика сейчас поднялась. Да. В десять, в сто раз. Понимаете. И все оказывается очень, очень просто. Я упоминал о сломанной ноге. И человек. Прикрамы. Педиатры знают. Вы все знаете. Ребенок родился. Его приняли от мамочки. Шаговый автоматизм. Это врожденный рефлекс. Человеческого организма. Он ножками перебирает. Сразу же. Новорожденный. Проходит год. И ребенок начинает ходить. Кто его учит ходить, скажите, пожалуйста. Кто учит ребенка ходить? Никто. Какая мама? Никто не учит его ходить. Он. Это врожденное уже. Кто учит ребенка ползать? Правильно. Кто учит его переворачиваться? Это все врожденные рефлексы. И вот мы восстанавливаем организм человека с помощью вот этих врожденных рефлексов. Понимаете? Это не навязывая человеку ни одно постороннее движение. Гимнастика потягушек. Ты ее можешь делать везде. На работе главное не стесняться. На работе, если скажешь, ребята, я получаю помощь. И все включаются в эту работу. Использование шагового автоматизма. Вот это движение. Вы не поверите, что можно исправить осанку, как делают многие родители. Практически все подростки у нас с умом. Да? А это позиция кого? Это позиция неудачника. Да? Это проблемный человек. И уже самой осанкой он на себя вызывает проблемы. Он вот так идет, и не зря говорят поговорка, на кого Бог, на того и люди. Он уже притягивает к себе проблему. Его будут угнетать, певать. Потому что есть язык тела. Ты можешь говорить, я сильный. Я храбрый. Я храбрый. Я храбрый. И вот, когда он... А ребенка, вы видели вот так, чтобы ребенок ходил? Ну, нормально. И когда мы берем вот этот рефлекс ходьбы и даем ребенку, не крича на него, а ну сядь ровно, а он еще больше зажался. Нет. А мы говорим, если это девочка, говорим. А представь себя, принцесса. И пойди вот так. Ведь это врожденное движение. А мальчику, представь, что ты рыцарь. И грудь его расширяется. И вот это движение, да, поначалу оно идет коряво. Если вы, добровольцы, могут стать здесь, хотите эксперимент, ну, возьмите там человек пять-десять добровольцев, выйдите сюда. И вы можете на себе почувствовать это элементарное движение, сколько дает проблем. Ребята, а можете на сцену? Пожалуйста, вот давайте, потому что это очень важно. Вот там, чтобы вас видно было. Можно вот сюда. Друзья, посмотрите, пожалуйста. Вы смотрите на меня. И вот посмотрите, задача простая. Сделать вот это элементарное движение. Нет. Посмотрите, друзья. И вы видите. Я попрошу сделать, может быть, чуть-чуть побыстрее. И вы видите, что происходит. Да? Вы посмотрите. А это... Это врожденное движение. Посмотрите, сколько... Вы видите? Надо комментировать что-то. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно здесь, что происходит? Я сейчас... Я сейчас... Мы видели. Вы понимаете, что... Вы понимаете проблему в чем? Что спортсмены высочайшего класса, мастера спорта международного класса, я прошу, сделайте это элементарное движение. Они делают точно так же, как мне, как полиции. Почему? Какое-то... Извините за слово уродство. Это... Всякие жизненные проблемы. Там одна мышца зажалась, там другая. И человек, вы понимаете, должен летать, а не ходить. А он ходит уже с таким грузом. Он как будто бы ходит и... Вот. Вот так вот он ходит по жизни. Он тратит бесконечно много ресурсов. Избыточно. И поэтому он утром, проснувшись, еще ничего не делал. Он уже уставший. Понимаете? И вот. Медленно-медленно. Элементарно. Я прошу ребенка, взрослого, это все у меня делают. Встали просто перед зеркалом. Встали и... Ты должен видеть себя. Ты должен видеть вот эту легкость, красоту. И делать вот это движение. Некоторые родители стимулируют детей финансово. Сначала там доплачивали по 10 гривен. А потом... Папа говорит, буду отнимать. Если не будешь делать, буду каждый раз отнимать по 50 гривен. И дети делают... Две недели. И ребенок уже... Вот так вот ходит. Вы посмотрите, как очень часто это проблема наших женщин. Я всегда за болью смотрю, как... Женщины у нас ходят ведь вот так вот. Видите? Что? Спина не работает. Две недели вот таких занятий. И она идет вот так вот. Да? Посмотрите фильм, служебный роман. Походка. Эта походка превращается в лечебную. Вы посмотрите, что происходит во время этой походки. Ротация позвонков. Это главное лечебное средство для позвоночника. Поэтому остеохондрозы. Отдыхаю. Лечимся просто походкой. И напряжения эти уходят. Вы понимаете? Как все просто. И это все у вас есть. Это все врожденное. Вот это гимнастика врожденных движений. Есть еще некоторые упражнения. Мы используем их. И при постинсультных состояниях. При реабилитации больных. И при ДЦП. Можно посмотреть восстановление рефлексов по гойтотерапии. Но все основано на вот этих врожденных базовых движениях. Вот этим движением элементарно можно восстановить человеку любой сустав. Плечевой. Ну, у меня был пациент, в частности, с оторванной рукой. Можете поверить, рука была, это тракторист, рука была полностью оторванной. Пришита. И висит колбаса. Бицепса нет. Огромные шрамы, экзема, отечество. Рука подключена, как нога. Правая. Мужик потом мне признался. Я хотел повеситься. Потому что я был работяга. А рука выключилась, я даже с женей не могу картошку помочь. Так вот, когда его привели на прием, я не знал, чем я не могу помочь. Экзема. Лекарство поставил, стимули. Вот эти нарубцы, чтобы не болели. А потом предложил ему Толя. А не хочешь попробовать, разработать? Потому что была операция сделана блестящая, сосуды, нервы сшиты, что можно было? Сколько? Пять лет еще есть? Хорошо. Так вот, посмотрите, что он делал. Рука не двигалась абсолютно, правая рука. Вот. Он делал с акцентом на движение плеча назад. И через две недели рука уже поднималась. А через два месяца он сел на трактор и работал. Просто будьте наблюдательны. Посмотрите за развитием ребенка, и вам все станет ясно. Кому не ясно, обратитесь и подскажем. Ну и следующий. В теме выступления у меня применение препарата стимулин-Д в моей практике. Может быть, кто-то и слышал из вас об этом препарате. Стимулин-Д это препарат, который получается из насекомых, рода Падерус, кожно-раздражающего действия. И, то есть, при нанесении этого препарата на кожу возникает покраснение, устулезное высыпание. Так называется реакция в течение двух недель и затем в течение недели, а затем обратное развитие. Почему я использую этот препарат? На сайте вы сможете почитать материалы доктора Захарина. Вы все знаете зоны Захарина Геда. Предлагаются залмановские ванны на зоны Захарина Геда. У Александра Теофеевича они представлены хорошо в руководствах. Гениальный русский врач, доктор Захарин, английский врач Геда, открыли зоны. То, что если болит печень, будет зона гиперчувствительности там-то, болят почки там-то. И оказалось, что воздействие на эти зоны лечит эти органы. И Захарин написал замечательную работу по кровопусканию. Если кто-то читал, поднимите руки, никто не читал. Посмотрите клинические лекции Захарина. Кто не найдет, посмотрите на сайте у меня. Амалий, моя фамилия Малый, Александр Малый. Амалий. Так вот, Захарин ставил пиявки на эти зоны. Устранялся застой. А затем на место пиявки ставился на родниковый жучок. Вот те жучки, о которых я говорю, которые оказывают кожно-раздражающие действия. Что очень интересно вот с этим препаратом стимулин, который я использую. Вы слышали, как Александр Тимофеевич говорил, выходила из человека медуза. Да? Помните вчерашнее выступление? Да. В организме есть не просто материальные медузы. В организме есть информационные медузы. Так вот, и в первую очередь наш организм поражается информационно. Есть информационные вирусы. Случаи с практики. Больной проходил у нас занятие, никто не может поставить диагнозы. И... Вот человек угасает. Дали ему вот этот вот препарат. Он выпил пять капель. На следующий день приходит и говорит, ребята, что-то невероятное произошло. Мне снится сон, что моя болезнь собирается в виде огурца и вышла через пол. Вы не поверите, но он начал бездоравливаться. То есть тело, наше тело, начнено еще информационными паразитами, не только материальными. И вот этот препарат позволял от этого освободиться и нормализовать процессы работы и регуляции в нашей нервной системе. То есть известно вам, когда человеку снятся проблемные сны, один и тот же сон может слиться по сто раз и разрушать. Ты просыпаешься в холодном воду. Вот этот препарат позволял нормализовать эти процессы. И патологические сны разрушались, начинались нормальные деятельности в центральной нервной системе. Ну, у меня нужно. Второй препарат мы сможем на мастер-классе пообщаться, да. Но я желаю всем успеху. Мастер-класс, что-что? На сколько вас ждет? Вы будете, кто выступает? Или сегодня, или завтра мастер-класс будет. Пообщаемся. А сайт какой? Сайт о молитву. О молитву? Да, без пробелов. О молитву. О молитву. Я вам благодарен.